на прошлом уроке я думаю мы уже завершили написание нашей программы для смены mac адреса и теперь давайте приступим к более серьезной теме а это написание сканера для уязвимости open redirect давайте я открою памятку для себя чтоб не запутался и не перескакивать систему на тему и так что такое панелье в open redirect это уязвимость возникающая вообще дословно перевозят как открытое перенаправление и она возникает когда с одного сайта злоумышленник может перенаправлять пользователей на другой сайт то есть точнее пользуясь доменом доверенного сайта основного перенаправлять на свой фишинговый и вот пример допустим у нас есть вот такой основной сайт который мы тестируем блок . и свою . ком и видим что здесь есть какое-то перенаправление то есть у у нас есть перемена юраем которая равно вот этому сайту точнее этой ссылке да но что будет если мы заменим ее на свой сайт на фишинговый да и скинем жертве вот такой url где будет в ней экспресс 6.com а какой-нибудь эвил эвил это зло переводится злой сайта эвил ком эвил сайт точка ком если перед происходит перенаправленная эвил ком то знающие есть уязвимость open redirect не давайте продемонстрирую вам на сайте с меньшей с меньшей URL адресом ставим его сюда так вот так и смотрите так я даже это сейчас вырежу экспорт 57.ru да допустим что мы тестируем какой-то орловский региональный непонятно что сайт мой бизнес да будет бизнес и так орловский региональный центр поддержки экспорта отлично и мы видим что там побегали по сайту посмотрели менюшки видим что есть теперь url такой который пене отправляет на кастомс точка ру и мы меняем просто красным точка ру на я . ру я это сокращенная версия индекса кликаем и ничего не произошло а что если мы проверим другие сайты вот например тоже с которого стали смотреть кстати почему не произошло по идее должно было произойти наверно поэтому давай давайте еще раз попробуем вот теперь произошло потому что с не поставил было по не зашифрованному каналу ищите теперь и давайте еще раз проверим вот на первом сайте у нас какой-то блок и свою точку точка ком и мы видим слово аналогично какой-то юрил адрес в переменную рейл меняем на этот раз пусть будет yahoo.com итак сначала мы попадаем на блок этот самый и свою точка ком и нас перенаправила на яху точка ком и вот в этом и заключается уязвимость обан редирект ее конечно можно использовать по-другому и в связке с xsrf можно перенаправлять на повторный вход и ловить куки куки жертвы куки сеанса и вставив эти куки себе в браузер оказаться в аккаунте жертвы в общем применение в зависимости от в реализации сайта в зависимости от фантазии злоумышленника могут быть разные и давайте приступим к написанию кода который будет отмечать url когда его редирект ну то есть находить ответы соответствующий так давайте открываем наш редактор кода сохраняем вот есть еще plaintext нажмите отмотайте ищем язык пайзан и отлично все сохраню его так вот он для директ . пой вот так этого лишние все отлично пользоваться мы будем библиотекой request request вообще вы ищете теперь есть два типа запросов вообще два типа сообщений это request это то что исходит от нас то что исходит от клиента то есть request это запрос мы отправляем какой-либо запрос например тоже самый ищите без я . ru и нам прилетает response 200 левая 400 либо еще там какой-то 3 302 например вот перенаправление которое нам нужно 301 302 и так далее итак библиотеку импортируем и создадим какую-либо переменную например назовем ее юрайл можно таргет назвать то есть цель юрайл и перемена у нас строка не забываем про кавычки например введем и кей . ком вот да вот такой сайт контакта я его не специально вел в дальнейшем вы поймете почему и так и создадим еще одну переменную response назовем давно не поторопился пишем request . нет есть много много видов запроса get запрос пост поделит патч и так далее в данном модуле конкретно по питону мы будем рассматривать только два это get и пост но в модуле по пинтесту мы рассмотрим побольше этих как его искал это слово постоянно вылетает короче типов запроса дальше разберемся и так пишем еще теперь с плюс без всяких пробелов как раньше для маршинджера писали евро л принт response и теперь давайте разберем что у нас здесь получилось почему вот именно такой самого начала по порядку импортируем библиотеку request которая нужна нам для отправки запросов создаем переменную в переменную помещаем название какого-то сайта точнее его домен доменными с тем создаем еще одну переменную которая равняется вот именно смотрите как я говорил запрос бывают несколько видов get пост вид вот мы с обращаемся к библиотеке request чтобы библиотекарь квест методом get отправила вот такой запрос то есть ищите без ну то что я писал в самом начале и вики точка ком вот это вот то есть методом get чтобы был отправлен вот этого вот это вот было отправлено и затем мы просто пишем чтобы print помните я еще раньше самом начале говорил что print он выводит как текст так и результат чего-либо раньше мы рассматривали текст вот теперь результаты выполнения какой-либо операции вот print response то есть вывести нам значение переменной значение переменной это то что будет отправлено то есть мы должны получить ответ нашего запроса мы отправили запрос нам же что-то должно от сервера в любом случае прийти вот мы это сейчас будем ждать вот этим print он сохраняем control с и запускаем так и вот видим что у нас response 200 видите давайте еще раз и полу еще response 200 на что будет если мы какой-то под домен саб домен ведем контакта например 1 . вики точка ком это естественно что только администрация да имеет доступ к нему control с упустим нам предел response 200 то есть что сайт якобы доступен но давайте проверим это на самом деле введем админ . вики вики точка ком произошло перенаправление redirect так полить страницу не буду тем более страницу супруги поэтому выключил хотя можно с другого вот например с тор брауза запустите проверить в принципе вы видели что происходит редирект вики точка ком но redirect это если ты авторизован про это естественно redirect на кнутую страницу что будет если ты не авторизован это кстати нам еще интересно на самом деле и мы видим что у нас редирект идут по такому адресу на логин то что мы не авторизовались но она сам админ нас не пускает но она скрипт почему-то это не учел показывать 200 хотя там 301 либо 302 должно быть коды redirect они именно 300 это с 300 до 399 они короче связанные с редиректом но как нам это выяснить давайте научим наш скрипт и здесь у нас вот есть такой метод чтобы чтобы с 3 скрипт он не шел за редиректом не следовал за редиректом то есть мы ставим ставим сюда false false то есть это ложе делаем чтобы он не следовал запрещаем его ему это давайте просто вставим вот это вот сюда control с запускаем еще раз на скрипт и видим что уже нам пришел ответ 302 то есть скрипт не последовал за редиректом но нам показал что вот его redirect его а почему он 200 показал раньше потому что когда его redirect ну а он показал ответ последнего сайта то есть последний . последний . было вики точка ком логин поэтому показал нам 200 то есть так как этот сайт нам доступен вот эта страничка доступна она нам нормально отображалась и пришел от нее response 200 она полном показала response 200 вот так как теперь мы запретили ему следовать за редиректом и он остановился на этом он больше ничего не производил и нам показал что вот ему пришел 300 второй ответ он на этом не остановился но давайте еще научим его понимать куда я вообще redirect чтобы он нам показал тот url ту ссылку куда должен его redirect для этого вот еще один есть метод его в конце вар это его и будет то есть название перемены копируем . hitters . location так . hitters location так , наша переменная url так называется url . вот так сейчас никакой ошибки не будет запускаем ошибка сейчас тормоза на время и дальше посту как разберусь в чем ошибка поясню да уж напутал да и переменная обратился обращался ник не никто я писал и дальше вот этот вот этот коды но допустил ошибку так как надо было вот прям к респонсу и обращаться в принципе логично фидорсу то есть заголовки еще чтобы нам локация была указана запускаем не знаю сколько уже можно так фолзить все и нам показал url по которым должен должен было нас перенаправить вот таким образом мы нашли помимо того что url который отвечает кодом 301 либо 302 то есть redirect мы еще можем смотреть куда перенаправляет дальнейшая наша работа будет заключаться в том чтобы уметь подставлять пайлоуды в нужное на место например после row его после вот и речь теперь либо то есть везде где стоит знак равно после знака равно мы должны уметь это делать и смотрите этот конечно юрил вряд ли нам получится когда-нибудь найти у земли для него во первых здесь показано смотрите как сайт вообще умно сделал разработчики контакта кстати они тоже в хакирование и взгляд и принимают баги принимают багре порты у них оригин то есть происхождение откуда и дирек ну а потом за хэшированный айпи хэш не подведите айпи х непонятно каким алгоритмом за хэшированы затем ту то есть куда тоже непонятная штука что и значит его ли дайдер резалт минус 2 и чтобы удачно успешно найти вообще уязвенность надо конечно все эти параметры знать знать что они значат как каким образом не за хэшированный таким алгоритмом и суметь сгенерировать сгенерировать подобное но так как у нас такой возможности нет нам лучше оставлять такие цели на первых парах на первых моментах можно конечно низкие мы добавим некоторые некоторые возможности для нашего сканера чтобы он например если бы находил простые там какие-то за хэшированные данные например алгоритмом с 64 где five то есть md5 то есть все то что легко расхешивать он это сделает но нельзя ожидать что это именно прям легко все сделано будет конкретно вот контакт и мы будем тренироваться на других целях на этом тогда все я заканчиваю на этом урок первый предварительный в пол шестого утра уже всего доброго и до следующего урока